Студенты Рязанского радиотехнического университета решили продолжить традицию, некогда заложенную выпускниками. Они создадут свою капсулу времени, которая будет замурована в стене на 50 лет. Ребята к своему делу подошли ответственно. Мы заранее объявляли конкурс среди студентов на утверждение данного письма. То есть студенты присылали нам текст своих писем, мы их соответственно рассматривали и предлагали им участвовать в данном мероприятии в дальнейшем. Отзывов от студентов было много. Все письма прочитали и отсортировали. Из каждого взяли самые важные фрагменты. Все части посланий были собраны в одно целое. Получилось три листа текста, полных надежды на будущее и содержащих информацию о настоящем. Редакция выпала на долю Марии Михайлюк, студентки четвертого курса. Наши потомки порадуются, узнают много чего нового, много интересного о нашей жизни, об учебе и о многом-многом другом. На самом деле письмо интересно, многие студенты сейчас интересовались, что же там будет, но я не раскрывала тайну. На обсуждение в совет обучающихся вынесен текст письма. Ребятам предстоит нелегкая работа – вновь отредактировать его. Текст разделят на блоки, и каждым займется своя группа студентов. По окончанию мероприятия и сформируется готовое письмо. Правда, содержание его по-прежнему остается загадкой. Мы решили капсулу делать таким образом, и письмо, чтобы текст письма был в полной секретности. Но смысл отправлять кому-то письмо, если его содержание заранее известно. Поэтому мы постарались этот текст написать. Никуда мы его в социальной сети не распространяли, в электронные источники тоже никуда не распространяли. И вот его содержание будет известно только через 50 лет. Текст письма зачитают в Рязанском радиотехническом университете только 15 декабря. До этого времени он останется тайной. Совет обучающихся попросил нас не показывать ни текст письма, ни даже говорить, о чем оно. Готовое письмо положат в капсулу времени. Выглядит она, как небольшая шкатулка. Правда, материал другой, да и размерами чуть побольше. В нее также положат несколько личных писем от студентов, 9-ти диск и современную газету. Капсулу времени, полную светлых надежд на будущее, замурует в одной из стен радиотехнического университета.